Привет! Сегодня у нас день всех дней. Наконец-то долгожданный Comeback Twice с 13-м мини-альбомом With Yous. Сегодня мы будем делать сетап. У нас есть филлеры, у нас есть план, планшет, листы, чуть дальше байндер. И да, наконец-то я в огромном-огромном предвкушении. Я в восторге, если честно, от всего, что пока происходит. Может быть, не все мне нравится на 150%, но я так рада Comebackу Twice. Ура! Наконец-то! Больше года у нас не было Comeback'а группового. И мне очень интересно все это посмотреть. Я заказала, в общем-то, все виды версий. У нас их три вида, скажем так. Это фото-буки, диджипеки и немо-версии. Да, впервые Twice тоже делают немо-версии. И сейчас мы с вами сначала посмотрим на них, на все. А потом уже перейдем в байндер и будем делать сетап. Нам потребуется очень много страниц. У нас, да, много всего. Но давайте начинать с фото-бучных версий и рассмотрим поподробнее, что же нам здесь дают. У нас с вами три версии. Forever, Glowing и Blast. Я думаю, что тут даже не нужно гадать, какая моя любимая. Это еще с самых первых тизеров, которые у нас были к I Got You. Я просто мечтала о том, что все-таки это будет фото-бучный именно концепт. И я очень рада, что так оно и вышло. Да, предрелизный сингл мне безумно понравился. И клип прекрасный, и сама песня очень классная. Поэтому у меня высокие ожидания от альбома. Я заказала все три версии фото-буков. Да, у нас тут явно будут потрясающе красивые фотографии. Glowing концепт мне тоже очень понравился. Blast, наверное, вызывает у меня больше всего вопросов. Но посмотрим. Да, вживую, может быть, он тоже привлечет больше моего внимания. Что мне еще нравится? У нас есть конверт. То есть я предполагаю, что все вложения будут в конверте. И не будут палиться сразу же. Это замечательно. Как обычно, в альбоме Twice у нас куча всего. Во-первых, давайте посмотрим на красивые диски. Они действительно очень красивые. Дальше. У нас есть стикеры. Они с мемборками. Они очень милые. Мне прямо нравится это вложение. Дальше. Letter Poster. Он один из девяти рандомных. Я так понимаю, что будет мини-плакат, как у нас, в общем-то, было в Битвине и в Ready to be. И сзади такое небольшое послание. Видимо, это послание всех девятерых. То есть это вместо благодарности, да. Но спереди будет рандомно одна из девочек. Дальше. Три кат-фото. Это очень мило, но я не понимаю, почему они рандомные. Почему нельзя было положить к каждой версии свой концепт. Но окей. Не соберутся все три. Значит, не соберутся. Я переживу. Дальше. Фильм фотокарт. Они чуть больше. Да, у нас до этого были пару камбэков месседжа. Сейчас, я так понимаю, вот такие будут пленочки. И они не влезают в стандартные ячейки. Поэтому их я собирать особо не планирую. Кто выпадет, тот выпадет. Что я собирать планирую? Это, конечно же, фотокарты. Уже весьма классическая такая ситуация для последних эр. Пять фотокарт на мембарку. И пять фотокарт дают в альбоме. То есть, купив сет альбомов, можно собрать трех девочек. Купив одну версию, можно собрать одну девочку. Я классически собираю для Твайс топ-3. Это на Йон Момо Дахион. Но чуть потом я расскажу. У меня продолжается небольшой кризис. И я бы хотела здесь собрать один от А9 сет. Я посчитала. У нас всего 10 сетов фотокарт рандомных. И получается, это три целые страницы. И один от А9 сет. И я бы хотела собрать вот этот второй сет в шапках. В капюшончиках. Вот, в общем, да. В них, мне кажется, это будет самый-самый милашный сет. Пока на это я нацелена. У нас, в принципе, получается по разделению, например, на Йон, два сета Форева версии. Один сет Глоуинг и два сета Бласт версии. Многие карты, если честно, очень похожи между собой. Например, вот эти две Дахион явно будут отличаться очень мало. Запомните вот эту Сану, где она вот так показывает. Я вам покажу потом вторую такую же Сану в Немо версиях. Да, то есть многие карты явно будут между версиями похожи. Но окей, я не жалуюсь. Я хочу собирать карты Твайс. Я в огромном предвкушении. Предзаказно. Нам дают постер. Я так понимаю, внутри он будет идти сложенный. И стандартно нам дают сетики фотокарт. Что прекрасно. Обожаю эти сетики для Твайс. Следующий уже тоже такой классический вид. Это диджипаки. Наши стандартные. Что приятно. Концепт отличается. Концепт очень красивый. Я взяла три штучки. Найон, Дахён и Сану. Потому что... Да. Потому что я решила взять Сану. И получается здесь у нас что идет в диджипаке? Стикер кругленький. В общем-то очень похоже на прошлый раз. Стикер. Сам мини фотобук. Диск. Сложенный плакатик от Т9. В качестве предзаказочек идут мини посткарты. И рандомно одна из девяти карт. И в самом, собственно, диджипаке идут рандомно одна из девяти карт. То есть да, у нас тут сет селфи. Хорэхэ джихё. Вообще, извините. Это что такое? Очень прелестно. В принципе, мне кажется, красивые карты. Ну, Дахён. Мне надо как-нибудь снять шортс. Дахён и её карты в одном ракурсе сквозь года. Мне кажется. Она фоткается только рабочим ракурсом в последнее время. И второй сет у нас предзаказный. Не селфи. Но очень милый, судя по наему. Сделаны чуть издали фоточки друг друга. Я, в общем-то, такое тоже люблю. Да. Здесь, получается, у нас дают диджипаке две карты. И собрать надо на мембарку две карты. Я купила три. Собираю от три. Всё логично. Ну и куда же мы без нового нашего нововведения? Платформ Немо-версии. Зачем нам их три? Я не знаю. Но у нас их три. Forever Glowing Blast по большим версиям. Здесь из приятного дают ещё больше сетов фотокарт. У нас, да, идёт три сета в каждой версии по одному. Ну, но это прям вообще уже концепты-концепты. Это я расположу, конечно, я думаю, что туда же, куда пойдут предзаказные сеты. Но я небольшой фанат такого. Дальше идёт у нас Lyric Paper. QRочка. Я надеялась, что это будут групповые фоточки. Но, видимо, нет. Они будут выглядеть вот прям так, просто с логотипами. И самое большое зло — это фотокарта одна из девяти. То есть в каждой версии свой сет, и нам дают всего одну карту. Это единственное, где мне будет не хватать карт для сбора того, что я хочу, потому что я всё ещё хочу собирать топ-3. Да, я обещала показать вам Сану вторую, которая делает вот так. Вот, смотрите. Она, мне кажется, абсолютно такая же, как в фотобуках. Что мне здесь, в общем-то, нравится — это вот этот сет в коронах. Это очень красиво. В общем-то, этот сет в коронах во многом и мотивирует меня собирать топ-3. Потому что, в целом, это, опять же, повторение сетов из фотобуков. Только их собирать, мне кажется, будет сложнее. Но, окей, что поделать. У меня будут предзаказки какие-нибудь. Я взяла сет фотобуков от Soundwave. Если честно, не видела от них блюры. Но я устала ждать блюра. Решила просто взять какой-нибудь сет. Потому что предзаказки Twice я не собираю. Но, может быть, получится обменять их на вот эти вот карты. Чтобы их как-то попроще было собирать. Потому что я не хочу покупать много этих Nemo-версий. Они мне сами по себе не особо нужны. Итак, чтобы это все суммировать, я выписала себе, что у нас где идет по версиям, и что где я собираю. То есть, фотобук у нас 5 фотокарт. Я собираю топ-3, 4 сета и 1 от Т9. Это 21 карта. Диджипак 2 карты на мембера. Собираю топ-3. Это 6 карт. И Nemo 3 версии, 1 карта в каждой. То есть, это 9 карт для топ-3. И, соответственно, то, как я распределила странички. Да, у нас будет 6 страничек, скажем так, предзаказок. 3 предзаказных к фотобукам сета. И 3 сета вот этих вот Nemo-карт. 3 страницы топ-3. И 1 страница от Т9. Forever-версии в шапках. На первой странице я хочу расположить Forever-версии, оставшиеся фотобучную и Nemo. И Glowing-версию в коронах тоже из Nemo. На второй будет 2 концепта из DJ и Glowing-фотобучная. И третья страница будет целиком Blast. 2 фотобучных сета и 1 Nemo. Да, вот такой у меня план. Я сделала филлеры. Давайте переходить в Binder и распределять это все. Итак, мой Binder Twice. Давайте начнем с легкого. И добавим в конец странички. Да, вот мои предзаказные сеты. Они идут в самом-самом конце. И я хочу сюда положить все 6. Здесь я не буду делать никакие заглушки, потому что, естественно, при получении альбомов я получу сразу все сеты. И мы их расположим с вами в первой же сортировке. Дальше. Вот у нас Ready to Be. Как вы видите, я собираю на Момо Дахион. И здесь раньше была рандомная страничка Саны, потому что в прошлый раз Сана мне очень хорошо выпала. И она и Момо, по сути, мои номер 3 в группе вместе. Я, да, решила оставить ее сет, но в последнее время я хочу привести свои коллекции к какой-то более-менее логичности, а рандомная страничка Саны в логичность не очень вписывается. Поэтому я ее временно убрала. Но с тех пор, как я ее убрала, меня не покидают мысли о том, что, наверное, с момента, как я застанила Твайс, это было в Formula of Love, все-таки Сана в большей степени стала моей номер 3 в группе, чем Момо. Что, конечно, я не знаю, что с этим делать, потому что, да, я собираю, в общем-то, начиная с Formula of Love, топ-3. И у меня нет никакого желания, честно, сейчас заменять Момо на Сану. Даже с Taste of Love я же здесь тоже собрала, да, своих топ-3. Но, с другой стороны, мне очень хочется просто с Airy Ready to Be сделать замену. Это тоже не очень будет выглядеть, конечно, логично, с одной стороны. С другой стороны, это, наверное, покажет мое развитие коллекции и мое развитие стендства, скажем так, потому что, да, я изначально, когда выбирала номер 3, я это делала буквально через, не знаю, может быть, два месяца, как застанила Твайс, а сейчас с тех пор прошло уже пару лет. Естественно, я больше вовлеклась в группу, лучше узнала мемберок. И, может быть, и во мне что-то изменилось в моем характере, но на данный момент, мне кажется, что с Аном не ближе. В общем, я решила, что я не буду принимать решения до камбэка. Пока Сана лежит в отдельном байндере, Мома лежит здесь, мы в любом случае будем делать сетап для топ-3, кем бы они ни были. Я посмотрю, как мне зайдет камбэк, кто будет больше для меня выделяться, чьи карты мне больше понравятся, кого мне захочется собирать. То есть вот сейчас, например, покупая диджи-паки, я сначала хотела брать два на Йон и Тахион, но глядя на них, я поняла, что мне очень нравится Сана, и я захватила его тоже. Если так же будет с картами, я пойму, что меня прямо тянет именно собирать Сану, то, наверное, я буду ее собирать. В общем, не знаю. Пока просто добавляем листы. Нам нужно, получается, 4 листа. И, согласно моему плану, наша первая страничка будет Forever Nemo-версия, Glowing Nemo-версия и первый сет Forever из фотобуков. Да. Он пойдет сверху. Glowing в центре с коронами и Forever из Nemo-вниз. Вторая страничка. Диджи-пэг предзаказка, не селфи, пойдет вниз. Диджи-пэг селфи, фотокарта наверх. И фотобучная Glowing-версия в центре. Первая страница, наверное, будет самая рандомная, несмотря на то, что это мои любимые карты, но Forever и Glowing, конечно, сильно отличаются, будет контраст. Потому что здесь в диджи-пэгке достаточно тоже темный концепт, и Glowing здесь не будет так выделяться. А третья страница вообще будет целиком в Blast концепте, и она будет очень одинаковая. Зато смотрится органично. Да, я потом заполню. Я тут отложила себе кучу белых бумажек, заполню потом все оставшиеся места. И четвертая наша страничка будет Forever Set фотобучный от A9 с шапочками. Предположительно, он. Если вдруг мне понравится какой-то другой сет очень сильно, то, значит, я буду собирать его. В любом случае, это все пока очень предварительный сетап. Но да, пока это выглядит так. В общем-то, сегодня такое небольшое видео, но мне хотелось отдельно обсудить камбэк Твайс долгожданный, поделиться своими дилеммами, и у нас тут с вами пришли требовать внимания. Да, нос? Ты пришел требовать внимания? Покажи нос. Вот наш нос. Спасибо большое, что посмотрели это видео, и мы увидимся с вами в следующем. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok